Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в этом видео делаем экспресс-тест на ВЗН-122ТМ, которого выставили на продажу на второй волне на втором раунде. Господи, запутаться можно. За 7500 голды. Раньше его продавали за 8500 с открытым всем оборудованием. Ну и на косарь дешевле сейчас вышел на продажу на аукционе, что я лично считаю уже хорошим понижением цены, но все же рекомендую подождать хотя бы до 7000, и то если ВЗХ вам в принципе потенциально нравится и вы готовы на ней катать на постоянку. Что касается бронирования. Броня здесь есть, хорошая приведенная броня по лбу башни. Есть две комбашни, которые не маленьких размеров, но они плюс-минус забронированы. Есть хорошая приведенка в верхнем бронелисте. Повторюсь еще раз, как для среднего танка не стоит путать стежами. Понятное дело, что если будете сравнивать с кем-то более бронированным, то ВЗХ будет безусловно уступать. Но в то же время, если сравнивать допустим с тем же самым Лансеном, который полностью картонный, ВЗХ, ну чуть ли не имба брони. Если вы за честное мнение по поводу всего, что в игре происходит, то прямо сейчас подписывайтесь на канал. Если до 25 декабря соберем с вами 30 тысяч подписчиков, а на данный момент, как вы видите, 26 564 человека уже подписалось, то на канале состоится самый грандиозный розыгрыш, который когда-либо был у меня на канале. Спасибо большое за то, что подписались прямо сейчас. Если сравнивать допустим ВЗХу с той же самой Химерой, а очень часто говорят, что ВЗ это такой себе китайский пример Химеры, то все же я хотел бы отметить, что не совсем это так. Химера куда круче. У него изначально выше уровень по пробитию, причем существенный. Даже если вы поставите калиброванные снаряды, все равно не дотянете до показателя по Химере, но существенно упадете по ДПМу, потому что время перезарядки у вас существенно ухудшится. Если все-таки играть с досылателем, то сравнивая с той же самой Химерой, 400 единиц альфы против 440. Всего лишь одна единица разницы, я имею ввиду одну секунду, по времени перезарядки. Ну и что касается, в принципе, играбельности машины, то играбельность очень сильно этой машины зависит от того, насколько вам будет приятен УВН в минус 7, тогда когда у Химеры, допустим, минус 10. Это действительно ахиллесово пита машины, и на неровностях играть не сильно комфортно, хотя можно привыкнуть. Что касается подвижности машины, 45 против 50 и 15 против 20. Короче говоря, Химера во многих показателях куда круче, нежели ВЗХа. Но мы все-таки зацениваем саму ВЗХу, а не Химеру, поэтому, в принципе, основывайтесь на том, что вы видите конкретно по ВЗ-122TM. Что касается процентов по побед, 55% неполных, что я, в принципе, считаю вполне себе приемлемым показателем для данной машины, с учетом ее технических характеристик и возможностей. Что касается ТТХ по орудию, которое можно увидеть непосредственно в самой игре. Ну, те же самые 12 секунд времени перезарядки, 2000 ДПМа, время сведения и разброс, посмотрим с вами в бою, потому что они по ощущениям отличаются от заявленных цифр. Что касается среднего урона, то, как и было показано в таблице, 400 единиц на базовом снаряде, 340. На голдовых снарядах и осколочные фугасные накидывают 500. Но вам надо найти соперников, которого вы сможете засунуть эти 500, если сможете пробить броню ниже 52 миллиметров. Таких машин, в принципе, хватает, но, опять-таки, надо заезжать где-то с бортова, лучше всего с кормы. Ну и угол склонения орудия вниз мы уже с вами обсудили. Берем машину и поехали, посмотрим, на что она способна в реальном бою. Итак, ребят, давайте будем заценивать машину. Заодно посмотрим, кто куда. Поехали к точке А, ну а значит, мы можем составить компанию. Почему говорю именно так? Потому что ВЗХ это танк поддержки, ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что вы самостоятельно зарешаете против двоих соперников. Вам просто не хватит для этого времени перезарядки и, соответственно, не хватит ДПМ. Но если вы в компании друзей, то, соответственно, можете рассчитывать на то, что будете в бою результативными. Поэтому держитесь поближе к своим соперникам, помогайте им, ну и оказывайте всяческую поддержку в бою в виде огня по соперникам. Что касается подвижности, если бы машина была хуже забронирована, то я бы говорил, что подвижность скудная. Но с учетом того, что данная машина, ох, как ты меня хорошо сейчас обманул. С учетом того, что машина хорошо забронирована, то в целом подвижность у него, можно сказать, вполне себе закономерная. Великолепно. 219 единиц урона. Не то, на что я рассчитывал. Думал сейчас закинуть 400-400 с копейками. Ну, как есть, так и есть. Главное, что направление продавили, а значит, можем подкатываться чуть ближе. За это время перезарядились. Теперь время сведения. Вот такое вот время сведения. Но и, как вы видите, не сильно бодрое. В то же время, стоит отметить, что ВЗХ это такой танк, который даст вам исключительно спокойный, размеренный, уравновешенный геймплей. То есть, если вы ожидаете от этой машины какого-то постоянного активного геймплея, постоянно куда-то нестись, что-то там постоянно делать, постоянно менять противника в своем прицеле, то на это вы можете смело не рассчитывать. ВЗХ вам этого не позволит. Она позволяет исключительно вот так вот тихо, спокойно и монотонно выцеливать кого-то, стрелять и при полном сведении, даже на дальних расстояниях, выцеливать серые зоны. На это действительно машина способна. Мне в целом ВЗХ нравится. Я очень часто катаюсь на ней, когда хочется какого-то, знаете, такого, не знаю, чувства успокоения. И тогда ВЗХ действительно может вам его подарить. Вы заходите в бой, спокойно играете, спокойно делаете свое дело и получаете от этого удовольствие. Вот тогда, когда не хочется никуда спешить, тогда, когда хочется просто заехать и просто спокойно поиграть. Сейчас вот этому товарищу помогу. Глядишь, разгрызем Эмиля. Ну а если Эмиля не разгрызем, то, по крайней мере, я буду догрызать его в одиночку и уверен, что с этой задачей я уж однозначно справлюсь. Что касается фугасов. Как видите, против Эмиля фугас, ну, ничем не поможет, к сожалению. Ну а что касается легких средних танков, то там шансов будет немножко побольше. В целом, ребят, машина подойдет далеко не каждому игроку. Если, допустим, у вас нет Химеры, то лучше подождите ее, потому что там и альфа побольше за выстрел, там и подвижность немножко поинтереснее, наверное, будет. Ну, короче говоря, Химера куда получше будет, нежели ВЗ. Ну а если Химера есть, и вам подходит геймплей Химеры, и вам хочется еще чего-нибудь подобного, то эта машина однозначно, ну, прям создана для вас. Как видите, нижний бронелист пробили, но я не считаю, что это действительно какой-то существенный нюанс по машине. Многие у нас танки пробиваются именно в нижние бронелисты. Что касается нашей результативности. Не сильно высокая результативность однозначно по настрелу, ну, так бой сложился. Но что касается в целом возможности ВЗ, то на 2500 урона за бой в целом можете рассчитывать. 1730 единиц, знак классности третьей степени, что касается нашей результативности в разрезе команды. Но я бы не сказал, что мы прям там задних пасем, но в первую тройку мы однозначно входим. Это уже приятно. Могли бы сделать и побольше, но, как я уже сказал, к сожалению, бой сложился немножко по-другому. Соперники были немножко не там, где находились мы, ну и, соответственно, это не дало нам возможности нормально реализовать вполне себе бодрое орудие. А с другой стороны, мы, в принципе, помогли команде одержать победу и сделали свой вклад. Что касается возможностей по фармам, то здесь, ребят, 52 тысячи с половиной, с учетом того, что у меня есть прем-аккаунт активированный. Если бы его не было, было бы 30 тысяч серебром. Да, далеко не самый крутой фармер, но в минусе находиться вы не будете. Вот такой вот он WZM-122TM и покупать его или не покупать, решать исключительно вам. Ну и, в принципе, здесь, наверное, больше вопрос цены. Я бы рекомендовал подождать, пока WZM не опустится в цене до 7 тысяч хотя бы, ну а лучше, если подождете еще чуть дольше и возьмете его еще дешевле. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Жду ваших подписок. Пока-пока.